Детский сад Вирджинии МакМартин Детский сад Вирджинии МакМартин имел лучшую репутацию во всем округе Саут-Бэй. Попасть в него было так сложно, что родители вставали в очередь на место еще до рождения ребенка. За 30 лет существования заведения его основательница Вирджиния МакМартин и ее дочь Пегги Баки получили уйму похвальных грамот и наград от местных властей. Они были знакомы с самыми влиятельными людьми общины, ведь все дети из богатых семей ходили в детский сад МакМартин. Но в один прекрасный день произошел маленький инцидент. В садик без всякого предупреждения явилась местная жительница Джуди Джонсон с двухлетним сыном Мэтью. Ни о каком листе ожидания слышать она не хотела. «А куда вы прикажете мне девать ребенка?» – возмутилась она и выиграла спор с воспитателями, просто оставив сына на игровой площадке и заявив, что зайдет за ним вечером. Поведение миссис Джонсон оставило неприятный осадок, но в итоге все же было решено сделать исключение и принять Мэтью в ясильную группу. Об этой уступке работники садика будут жалеть до конца своих дней. У Джуди Джонсон хватало проблем. Она жила отдельно от мужа и еле-еле сводила концы с концами. А тут еще Мэтью взял моду капризничать, когда его усаживали на горшок, и жаловаться, что ему больно. 11 августа 1983 года Джуди, забрав сына из садика, осмотрела его попу и решила, что она подозрительно красная. Из всех возможных объяснений Джуди выбрала самое чудовищное. Ее сына подвергли насилию. Виновника долго искать не пришлось. В Макмартине был лишь один мужчина-воспитатель. Рэй Баки было 25 лет, но он все еще не мог найти себя. Бросив три колледжа, он вернулся в родной дом и стал работать в садике, которым владели бабушка с мамой. Работа казалась легкой, Рэй любил детей, а дети любили его. Многим матерям, растившим ребенка без отца, даже нравилось, что в садике дети получают хоть какое-то мужское влияние. Да и для самых тревожных родителей диковинность усатого няня сглаживалась тем, что все-таки Рэй работал в семейном бизнесе. На все вопросы Джуди, не делал ли с ним чего дядя-воспитатель, Мэтью отвечал отрицательно. Мать это не успокоила. Продолжая накручивать себя и выпытывать у ребенка хоть что-то, она каким-то образом уверилась, что Рэй связывал Мэтью, раздевал и фотографировал. С этими сведениями Джуди пришла в полицию. Сам Мэтью в свои два года рассказать полиции ничего не смог. Но мать сделала это за него, присовокупив еще и то, что от рук Рэя пострадал не только ее сын, но и другие дети. Полицейские отправили Джуди в Международный детский институт при Калифорнийском университете. Там покрасневшую попу Мэтью осмотрела стажерка, не имевшая ни знания о подобных повреждениях, ни опыта работы. Тем не менее, она поддержала версию о беспокойной матери, заключив, что такое покраснение действительно может свидетельствовать о насилии. И для работников МакМартина разверся ад. Полиция принялась обзванивать родителей с просьбой узнать у детей, не трогал ли их воспитатель, где не надо. Хотя ни один ребенок не смог вспомнить ничего предусудительного, полиция пришла с обыском к МакМартинам. Обыск не дал никаких результатов. Рэя арестовали, но в тот же день отпустили под залог. Полиция не разглашала, кто заявил на него. И в первые дни расследования Рэй считал, что весь сыр-бор разгорелся из-за девочки, которая однажды схватила его запах, а он отстранил ее руку. Позже выяснилось, что отец девочки разрешал ей так баловаться дома. Это было единственное объяснение, приходившее ему в голову. Никто в МакМартине не знал, что потерпевшим был Мэтью. Удивительно, но его мать в течение следующих трех недель, как ни в чем не бывало, водила сына в логово тех, кого она считала бандой насильников. Джуди продолжала науськивать полицию, социальных работников и родителей на Рэя. Более того, теперь к обвинениям добавилось то, что воспитатель на глазах ее сына обезглавил ребенка. Какими бы вздорными ни казались ее заявления, оставлять без внимания их было нельзя. Дыма без огня не бывает. А речь шла о преступлениях против детей. День за днем полиция опрашивала соседей Рэя. Ничего плохого про него никто сказать не мог. А если подумать... Ну, если подумать... Иногда он как-то странно пялился на девушек. А бывало, наоборот, слишком отрешенно смотрел в сторону. Настораживающее поведение. Кто-то вспомнил, что однажды видел Рэя в шортах, но без нижнего белья. Извращенец сидел так, что можно было при желании разглядеть в штанине всю его анатомию. Полиция 7 сентября устроила обыск в садике. Второй раз арестовала Рэя и снова выпустила из-за отсутствия улик. Дело буксовало. Требовался прорыв, и полиция разослала двум сотням семей письмо, которым просила помочь в расследовании. В письме подробно перечислялось все, в чем мог быть замешан Рэй. Оральный секс, ласки гениталий, ягодиц или груди. Содомия, возможно, под видом измерения температуры. Кроме того, могли быть сделаны фотографии обнаженных детей. Важна любая информация от ваших детей, касающаяся того, что Рэй Баки выводил ребенка во время тихого часа, или того, что Рэй связывал ребенка. В Саутбэй охватила паника. После письма вопрос, виновен ли Рэй, даже не стоял. Воспитателям стали поступать звонки с угрозами. Здание Макмартина попытались сжечь. Огонь потушили, но на стенах опустевшего детсада появились надписи. Это только начало. И Рэй должен сдохнуть. На собраниях в церквях пасторы заговорили о сатанинских культах, приносящих в жертв младенцев. Дети продолжали упорствовать, отрицая любые развратные действия со стороны Рэя. Ответ «нет» не удовлетворял ни взволнованных родителей, ни полицию, которую подгонял окружной прокурор Роберт Филипосян. Озабоченный переизбранием, он видел в деле шанс вырваться вперед в предвыборной гонке. Родителям настоятельно рекомендовали обратиться в Международный детский институт. Главой подразделения диагностики сексуального насилия была Лик Макфарлин, хорошая знакомая с заместительницей Филипосяна. К весне 1984 года Макфарлин и две ее помощницы провели беседы почти с четырьмя сотнями детей, посещавших Макмартин. Экспертиза гласила, практически все они, 360, стали жертвами насилия. Макфарлин, как и часть психологов конца 70-х, Придерживалось мнение, что отсутствие явных доказательств не может свидетельствовать, будто насилия не было. Важно не то, что говорит ребенок, а то, как он себя ведет. Мечтавшая написать книгу о жертвах сексуального насилия и впервые получившая столько данных для работы, Макфарлин приняла метод бесед с детьми, в котором использовались перчаточные марионетки и анатомически правильные куклы. Предполагалось, что с помощью таких фигурок ребенок может показать то, для чего у него пока не хватает слов. На практике, впрочем, добиваться желательных ответов от детей Макфарлин помогали не куклы, а избранная тактика. Нужные признания не просто вытягивались из ребенка, а часто подсказывались ему. Когда одна девочка упорно отказывалась признать, что Рэй задирал ей платье, Макфарлин показала, как это делается на кукле. Это тоже не сработало. Тогда Макфарлин сказала, будто она и так знает о секретах девочки от других детей, после чего изобразила на куклах процесс орального секса, заставляя девочку говорить, что это фу-бяка. На вопрос, кто видел в садике такую фу-бяку, девочка назвала Пегги Баки. Макфарлин интерпретировала эти мутные показания как однозначное свидетельство о растлинии. Если ребенок упирался, она объясняла это психологической травмой от насилия, которое явно было, но ребенок пока не готов его признать. Веря, что она сражается на стороне добра, Макфарлин не брезговала врать детям, будто их друзья уже все рассказали. Она давала понять, что только умные дети умеют хорошо вспоминать. Вот если тебе не о чем рассказать, то, наверное, ты глупый. И дети начинали говорить. Папки уголовного дела росли как на дрожжах. После встречи с Макфарлин детей отправляли на терапию, где из них пытались вытащить подавленные воспоминания до научного развенчания мифа о том, что человек якобы может полностью забыть травмирующий эпизод. Но реально восстановить его с помощью гипноза и бесед оставалось еще 10 лет. Это сейчас психологам известно, что подобные процедуры в лучшем случае безрезультатны, а в худшем приводят к парамнезии, то есть возникновению ложных воспоминаний. Но в середине 80-х подобная терапия была на пике популярности. То, что рассказы детей были нелогичны, абсурдны и полностью шли в разрез с данными, имевшимися у полиции, не имело значения. Один мальчик сообщил о секретной комнате и люках в полусадика, которые вели в туннели. Другой поведал про то, как воспитатели отвезли его на кладбище, выкопали гроб и распилили труп. В показаниях также упоминалось дом с живыми львами, убитая бейсбольной битой прямо в группе лошадь, путешествие на самолетах. Несколько детей рассказали невразумительные истории про Рея, хотя они ходили в садик в те годы, когда главный подозреваемый по делу там не работал и жил в другом городе. Общее мнение взрослых было таково, подобное выдумать не под силу. На пикетах родителей самыми популярными были плакаты «Мы верим детям». Почти ни одно собрание не обходилось без участия заварившей всю эту кашу Джуди Джонсон. Ее гневные филиппики каждый раз пополнялись свежими обвинениями и новыми именами преступников. Вот лишь часть ее заявлений. В садике Мэтью прокалывали степлером уши и соски. Мэтью раздевали и заставляли скакать голым на лошади по пляжу. Мать Рея заставляла Мэтью заниматься с ней оральным сексом. Воспитательницы переодевались в костюмы ведьм, а Рей во время актов насилия надевал костюмы священника, клоуна, Санта-Клауса и сатаны. Мэтью клали в гроб и закапывали. Рей убивал и мучил животных на глазах детей. Однажды Мэтью посадили в самолет, привезли на пастбище и заставили его сунуть палец в ванну с козла. Мать Рея во время ритуала сверлила дрелью Мэтью подмышками. Мэтью заставляли пить кровь, только что убитого младенца. Детей сдавали на прокат извращенцам для утех. Джуди была рупором родителей. Ее слушали, с ней соглашались, ей сочувствовали. Никто не подозревал, что она нездорова. Горячая тема была с энтузиазмом, подхвачена телевидением и прессой. Заметнее всего выделялся Уэйн Сац, репортер Лос-Анджелесского отделения ABC. На канале выходил один эксклюзив за другим. Никто не мог понять, как Сацу это удается. Лишь позже вышло наружу, что у него была любовная связь с Макфарлиен, которая и делилась с ним самыми жирными сливками показаний детей. Меж тем, разгоряченная общественность перешла от угрозы к действиям. На работников злосчастного садика стали нападать. Пегги Баки получила на улице ранение ножом. Расправой запугивали даже тех редких родителей, которые высказывали сомнения в обвинениях. После заявления полиции, что следствие не исключает трафика детей, в округе закрылось еще семь садиков, на которые пало подозрение в принадлежности подпольной сети педофилов. В апреле 1984 года весь штат детского сада Рэй, его мать, сестра, бабушка и три воспитательницы, двум из них было за 50, был взят под стражу. Сначала им предъявили обвинение, по 150 пунктам, но окружной прокурор довел это число до 208. Освобождение под залог разрешили лишь 80-летней Вирджинии Макмартин. Впрочем, денег на залог обвиняемых не было, все сбережения ушли на адвокатов. Началось одно из самых длительных предварительных слушаний в истории судопроизводства, продолжавшиеся 19 месяцев. К концу 1984 года Джуди Джонсон полностью утратила связь с реальным миром. Она обвинила давно ушедшего мужа в растлении сына. Кроме того, сообщила полиции, что кто-то изнасиловал их собаку, а теперь преследует и ее. После этого она забаррикадировалась в доме, выйдя после принудительной госпитализации с диагнозом параноидной шизофрении. Джуди ушла в алкогольный загул и пропала с глаз общественности. Но запущенную ею цепную реакцию уже было не остановить. Массовая истерия вошла в самоподдерживающуюся фазу. Обвиняемые не были осуждены, но все относились к ним как к преступникам. Казалось, приговор был лишь делом времени. Опрос показал, что 97% жителей Саутбэй считают персонал Макмартина виновными. Макфарлин заявила, что чудовищные злодеяния, творившиеся в детском саду, не были бы возможны без поддержки влиятельных лиц. Помощник Фила Басяна обмолвился, что речь идет о миллионах порнографических снимков. То, что ни полиция, ни ФБР не смогли добыть ни одного вещественного доказательства, мало кого смущало. И так было ясно. Педофильский заговор воспитателей опутал всю Америку. Все подозревали всех. Взвинченные родители возили детей по улицам в надежде, что те узнают места, где над ними глумился Рэй с сообщниками. Полиция тщетно обыскала 21 дом, 7 офисов, три церкви, два аэропорта и фирму. К 1985 году дети, которых психологи два года терзали расспросами, стали включать в рассказы уже не только работников МакМартина, но и соседей, и всех, кого знали. Лихорадило не только Калифорнию. В век средств массовой информации, живущих с сенсациями, у паранойи не может быть границ. За 1985 год полиция США получила миллион ложных вызовов, связанных с возможными преступными действиями против детей. Сейчас социологи объясняют помешательство тех лет родительским чувствам вины. Детские сады в Америке получили повсеместное распространение лишь в конце 70-х. Все больше и больше женщин отказывались от роли домохозяек и шли работать. Именно тревога за детей, которых приходилось отдавать под присмотр чужим людям, и создала благоприятную почву для массового страха. С 1984 по 1994 год в Америке прогремело еще 10 подобных дел. Этот период преследования работников частных детских садов вошел в культурные анналы под звучным названием «Сатанинская паника», поскольку в обвинениях часто упоминалось сатанинские ритуалы. Лишь много позже было замечено, что разделенные тысячами миль дети повторяли примерно одни и те же истории. Истории, которые каждый день они слышали из телевизора, радио из трибун проповедников. К концу предварительных слушаний обвинители чувствовали себя уже не так уверенно. Улики по-прежнему отсутствовали. Ни туннели под садиком, ни следов, что на его территории принесли в жертву такое крупное животное, как лошадь, ни хотя бы клочка порнографического снимка. А еще приходилось скрывать от защиты психическое состояние Джуди Джонсон. Письмо, в котором она признавалась, что не отличает фантазии от реальности, было помечено как документ, который не должен попасть к команде защиты. За неимением доказательств прокурор согласился снять обвинение с пяти подозреваемых, оставив на скамье подсудимых лишь Рея и Пегги Баки. На них тоже ничего не было, но отпустить всех означало бы, что деньги налогоплательщиков два года тратились зря. Когда адвокатам стало известно о диагнозе Джуди и ее письмах, обвинение запаниковало. В одном письме она писала, что Рей левитировал с ее сыном на руках. Перекрестный допрос ненадежной свидетельницы неименуемо бы поколебал мнение присяжных, но к тому моменту, когда в июле 1987 наконец начался суд, Джуди была мертва. Алкогольное отравление. На всем протяжении процесса предвзятость судьи бросалась в глаза. Под предлогом экономии времени он не давал слова свидетелям со стороны защиты и долгое время даже не позволял адвокатам Рея получить допуск к видеозаписям бесед Макфарлин с детьми. Макфарлин была главным козырем обвинителей. Очередь встать за свидетельской кафедрой до нее дошла только в августе 1988 года. Защита попросила обратить внимание на то, что Макфарлин хотя и называет себя психотерапевтом, но не имеет профессиональной лицензии на эту работу. Также она не смогла объяснить, кто и когда научил ее кукольной методике расспроса детей. Она твердо стояла на своем, считая все несуразности в показаниях детей симптомами психологической травмы. Например, так она толковала и случаи в суде, когда на просьбу выбрать фотографии с его насильниками ребенок указал на снимки Чака Норриса, прокурора города и четырех монашек. Профессор психиатрии Майкл Мелани, вызванный защитой, не оставил камня на камне от видеозаписи бесед с детьми, перечисляя грубейшие нарушения. При этом копии всех записей адвокатам так и не предоставили. Ну и незначительно их части хватило, чтобы выявить некомпетентность Макфарлиэн и ее помощников. Присяжные жаловались, что их уволят с работы, но процесс все тянулся и тянулся. Спустя два года и четыре месяца, в январе 1990 года, когда расходы по делу Макмартина перевалили уже за 15 миллионов долларов, обвинения и защита закончили изложение своих версий. Пегги была полностью оправдана по всем пунктам, Рэй частично. Это означало повторное рассмотрение дела. Второй суд начался в мае и завершился уже в июле. Присяжные не вынесли единогласного решения, но прокуратура, давно утратившая былой пыл, махнула рукой и сняла оставшиеся обвинения. Никто из работников Макмартина, раздавленных жерновами правосудия, не получил компенсации. Все ходатайства были отклонены. Подали лишь коллективному иску о клевете к одному из руководителей. Дело было выиграно, однако по решению судей сумма выплаты составила всего один символический доллар. Рэй сменил имя, выучился на юриста и в настоящее время живет с женой и ребенком в одном из северо-западных штатов. Его сестра все еще работает воспитателем. В настоящее время лишь один человек, осужденный в годы сатанинской паники, продолжает отбывать заключение. Все остальные были оправданы, а некоторые даже получили денежную компенсацию. Правда, многим из них пришлось провести значительную часть жизни за решеткой. В 2005 году Кайл Зирпола, один из детей обвинителей по делу, рассказал газете Лос-Анджелес Таймс, как в 1984, когда ему было 8 лет, он сочинял небылицы о Макмартинах, потому что его за них хвалили, и он чувствовал себя особенным. Хотя я никогда не встречал Рэя Баки, я рассказывал, что он перевозил меня куда-то на самолете. Я старался придумывать что-то очень плохое. Однажды я рассказал, будто когда-то в садике очень сильно поцарапался. Воспитатели вместо того, чтобы наклеить пластырь, мазали ранку грязью. Мои воспоминания никогда не были ложными, я всегда знал, что вру, но я думал, что таким образом помогаю остальным детям. Мои воспоминания Мои воспоминания Продолжение следует...